МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Сюгарча начался Великий пост. Как правильно его соблюдать? Автобусы и грузовики не могут выехать из Хантамансийска. Из-за сильной метели ограничили выезд из города в сторону Нягани и Тобольска. Кроме того, в округе на некоторых участках ввели ограничение скорости до 70 км в час. Во всем виновата метель и заносы. Ограничения действуют на пяти участках. Самые длинные, 100-километровые, на трассах Советский-Ловинская и Советский-Нягань. Также ограничения есть на отрезках пути из Советского в Таллинку и из Югорска в Таёжный. Также не стоит ехать быстрее 70 км в час между Советским и Югорском. Нижневартовский сбили подростка на регулируемом пешеходном перекрёстке. По предварительной информации, 13-летняя девочка переходила дорогу на Красный, боялась не успеть на автобус. В итоге на автобус она всё же опоздала, так как угодила под колёса Ниссана, а после в больницу, куда её доставили каретой скорой помощи. Всего столицы Самотлора с начала года произошло 5 ДТП с участием пешеходов, 3 из которых произошли по их неосторожности. Это и послужило причиной тому, что сегодня утром жители Нижневартовска отметили большое количество инспекторов ГИБДД, которые дежурили возле пешеходных переходов вблизи школ. Задача такого усиления – не допустить новых аварий и напомнить водителям о правилах дорожного движения. В феврале произошло 4 ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. Наблюдаются дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. Мы должны реагировать на данную ситуацию. Был введен комплекс дополнительных мер, в том числе с выставлением постов в зоне пешеходных переходов, которые расположены вблизи образовательных организаций. Также усиленный контроль за поведением детей на дороге и других участников дорожного движения. В Югре коммунальщики работают в усиленном режиме. Февраль подходит к концу и традиционно Югру заваливает снегом. В связи с чем коммунальные службы находятся на круглосуточном дежурстве. Например, в Фантомансийске совсем нетрудно застать спецтехнику за работой. В метель дорожники собирают и вывозят снег с главных транспортных магистралей города. Работает 50 единиц спецтехники. Тротуары обрабатывают противогололедными материалами. За минувший месяц с улиц Фантомансийска вывезли более сотни тысяч кубометров снега. Всего же с начала сезона убрали свыше 400 тысяч кубических метров. В данный момент осуществляется уборка снега с вывозом на улице Гагарина. Задействована единица автогрейдер. Это для формирования снежного вала. Задействована единица малая механизация БОПКАД. Это для очистки закруглений остановочных комплексов, а также пешеходных переходов. Задействована подметательная единица. Эта зима, если сравнивать осадки прошлой зимы и этой зимы, это меньше. Осадков в этом году меньше. То есть вот нам февраль дает, так сказать, только-только осадки, приближенные к прошлому году. А трудностей никаких нету в плане того, что завалило нас, как в прошлом году. Такого нет. Провалом лестничного пролета в Нижневартовском жилом доме заинтересовался Александр Бастрюкин. Он поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в столице Самотлора. Следственный комитет начал проверку по данному факту. Напомню, жители дома номер 13 по улице Заводская утром 21 февраля остались без света отопления и лестницы. По словам специалистов, это произошло из-за просадки простенка, на которой крепились ступеньки лестничного марша и часть опорной конструкции труб провода холодного водоснабжения и системы отопления. Подачу тепла и воды в квартиры дома восстановили в обед того же дня. А к вечеру завершили и разбор разрушенных ступенек и простенка, приступив к монтажу нового лестничного марша. Самый крупный город Югры досрочно завершает программу переселения из аварийного жилья. Речь идет о тех домах, что признали аварийными до 2017 года. В Сургуте собираются в этом году предоставить квартиры или компенсации более чем четырем сотням семей. Это приближает весь регион к запуску следующей программы. Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда» округ сможет начать переселение из зданий, признанных аварийными, до 2021 года. Где будут жить сургутские новоселы, расскажет Наталья Соловева. В прошлом году в Сургуте для переселенцев из аварийного жилья выкупили у застройщиков 424 квартиры. Больше трех сотен из них в новом микрорайоне Марьина гора. Новые дома комплексы сдали в декабре и новоселье здесь будут отмечать как раз сейчас. В отдельных случаях жильцы аварийек не спешат покидать свои малоэтажки, привязанные к детским садам, школам, поликлиникам. А новую квартиру предлагают далеко от старого места жительства. Юлия Жадан, например, до этого года жила в поселке Юность. Это противоположный конец города от Марьиной горы. Но расстояние девушку и ее семью не пугает, когда возвращаешься с работы в светлую и теплую квартиру. Во-первых, это улучшение жилищных условий. То есть, если взять соотношение, то те условия, которые мы жили, и эти условия, соответственно, светлая и теплая квартира, она в приоритетности. Во-вторых, с наличием машины в этом сложности нет. И мы очень верим в то, что все застроится, будут и школы, и садики. Сейчас в Марьиной горе только строят образовательные учреждения. В перспективном плане развития района две школы и четыре детских сада. А еще торговый центр и спорткомплекс. Собираются построить 26 многоэтажек, чтобы расселить 18 тысяч человек. Это население такого небольшого югорского города, как Покачи. Мы тоже очень рады переселению, потому что условия стали невыносимыми проживать. Мы очень рады. Мы когда зашли, у нас были эмоции, конечно, классные ощущения. Как будто ты купил эту квартиру и зашел в нее сейчас. Потому что, правда, чистенько, уютненько. На самом деле, все необходимое. Вот можно прям заехать, первое время жить и потихонечку обустраиваться. То есть, все необходимое такое на первое время есть. Даже плита там есть, сантехника есть. Это порадовало. В Марьиной горе местные власти выкупают жилье для переселенцев из аварийных домов и квартиры для детей-сирот. Интерес покупателей к жилью в данном микрорайоне на удивление, если честно, для меня отказался. Так сказать, несколько неожиданным и радостным. В качестве примера. У нас всего лишь в этих двух домах осталось 43 квартиры на рынок. Значит, мы месяц назад начали продавать. Квартиры большие и неликвидны. Но, тем не менее, 8 договоров мы уже заключили за месяц. То есть, это говорит о большом спросе. Гипотетически, у новых жильцов комплекса низкие теплопотери. Рядом ГРЭС. И вообще, дома имеют высокий класс энергоэффективности. Это хороший пример, наверное, первый пример в нашем городе. Реновации промышленных зон. Это такой общероссийский тренд. Сужение промышленных зон, вывод их за границы города. Развитие этих районов в качестве уже в формате жилой застройки. Кроме того, этот район, он, по сути, будет интегрирован с востока к центру. То есть, объединение путем, опять-таки, развития общественных пространств. Мы знаем то, что планируем развитие вокруг речного порта, нового парка. Перспективный и, как его называют представители администрации, транспортный каркас нового микрорайона. Неподалеку возводят второй мостовой переход через ОПЕ. В планах строительство Нижневартовского шоссе, которое будет идти вдоль Мариной горы. Наталья Соловьева, Юрий Чанцев, телерадиокомпания «Югра», «Сургут». В Югере сотрудники полиции задержали наркокурьера с крупной партией запрещенных веществ, сообщает официальный телеграм-канал окружного управления МВД России. Совместную операцию провели в Сургутском районе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и инспекторы ГИБДД при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром». В багажнике автомобиля, остановленного на дороге Сургут-Нефтьюганск, полицейские обнаружили пакеты с порошком. Экспертиза выявила мефедрон общим весом 5 килограммов. Дальнейшее расследование помогло правоохранителям обнаружить еще 2 килограмма наркотиков, которые были спрятаны в ханты-мансийске в виде закладок. Известно, что злоумышленник привез запрещенные вещества из Новосибирска и планировал распространить их на территории Югры. Возбуждено сразу несколько уголовных дел. Из Сургута хотели вывезти 1 миллион рублей наличкой. Таможенники в аэропорту не пропустили. Напомню, год назад в России запретили вывозить за рубеж наличные деньги более 10 тысяч долларов. Причем это касается любой валюты. Так, сургутянка решила перевезти в Таджикистан большую сумму. Пассажирку рейса Сургут-Худжант остановили в зеленом коридоре таможенной службы, заподозрив излишнюю наличность в багаже. Сомнения подтвердились. Женщина пыталась вывезти из России на 451 тысячу рублей больше, чем положено законом. Сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов, путешественницы вернули, а остальные изъяли. Дальнейшую судьбу этих денег будет решать суд. Скорее всего, их вернут владелицы и назначат штраф. Отмечу, что прошлый год стал рекордным в Сургуте по количеству правонарушений по вывозу наличных средств из страны. В 2022 году сургутским таможенным постом в Тюменской таможне было установлено 32 случая недекларирования физическими лицами наличных денежных средств при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза. Общая сумма изъятых денежных средств за 2022 год составила более 5,7 миллионов рублей и 4,4 тысяч долларов США. Дух огня уже близко. Церемония открытия международного кинофестиваля состоится уже в эту пятницу, 3 марта. Ярким украшением церемонии открытия традиционно станет красная дорожка. По ней в этом году пройдут Павел Лунгин, Юлия Пересильд, Анна Михалкова, Сергей Гармаш и, конечно, прославленный кинорежиссер, президент кинофестиваля Эмир Кустурица. Кстати, первые награды Духа огня вручат уже на церемонии открытия. Так, например, за лучший микрофильм. В этом году любители кино отправляли на конкурс видео на тему коренные народы мира. Сейчас все желающие могут проголосовать за понравившуюся работу в официальной группе кинофестиваля Дух огня в социальной сети ВКонтакте. В основной номинации представлены 15 работ. Есть среди них и два микрофильма сотрудника ОТРК «Югра» Дмитрия Пришвицина. Это буктрейлеры «Мальчик и Дэ» рассказывает о юноше, который боролся со страхом. А «Богоматерь в кровавых снегах» снята по роману Еремея Айпина о Казымском восстании. «Богоматерь в кровавых снегах» Кстати, в этом году не будет традиционного фильма-открытия. Будет концерт-открытие. Для югорчан прозвучат шедевры классической музыки в исполнении российской пианистки, единственной в мире обладательницей титула «Янг Ямаха Артист» Ева Геворгян. Также на сцене будут артисты симонического оркестра и концертного оркестра «Югры» под управлением дирижера Ксении Жарко. Билеты на церемонию открытия Духа Огня можно купить на официальном сайте КТЦ «Югра Классик». Шаман Огня из Самары стал символом международного фестиваля кинодебютов. Напомню, в этом году среди художников проходил конкурс художественных работ на тему «Символ огня в традициях и сказаниях народов мира». Всего за месяц организаторы получили 109 работ от 32 мастеров со всех уголков России. Работу оценивали профессиональные художники, дизайнеры и члены оргкомитета фестиваля. Победу в конкурсе одержала Виктория Цацина из Самары. Ее «Шаман Огня» украсит обложку официального каталога кинофестиваля и будет экспонироваться на выставке в КТЦ «Югра Классик» с 3 по 6 марта. Православные югорчане начали подготовку к самому важному христианскому празднику – Пасхе. Ей предшествует циркодневный пост, называемый также «Великим». Он подразумевает строгое воздержание в пище и развлечениях. Как усмирять тело и дух, и почему нельзя относиться к посту, как к разгрузочной диете, узнала Елизавета Гутовская. Сегодня во всех трапезных православных храмах вот так же пусто. Все потому, что первые три дня Великого Поста принято воздержаться от потребления пищи и рекомендуют пить только воду. У повара Кафедрального Воскресенского собора Ханты-Мансийска сегодня выходной. Наталья Черемисова по профессии вообще-то инженер. Однако некоторое время назад решила кардинально поменять сферу деятельности. Не повар по образованию, но повар по призванию. Она уже полтора года совершает кулинарные чудеса на кухне Ханты-Мансийского собора. Вообще все идет через благословение. Допустим, если вот батюшка, там, отец Александр благословил, допустим, что вот я могу сейчас готовить суп, да. Вообще первая неделя она вообще без горячего. Просто как, ну, каши, да, это на воде. Без масла, без молока, просто каша. Но так как люди работают физически, да, и по 12 часов, но все равно это же тяжелая работа, даже вот работа в храме, да, это не с утра и до вечера работают. И моя обязанность их накормить сейчас, да, хотя бы какую-то силу придать вот этой пище, горячей пище. И мы готовим различные супы, готовим каши. Мы должны помнить о двух вещах. Во-первых, пост это не диета, и здоровье организма здесь становится на втором месте. И вторая, существует особенность, которая в современном обществе возникла, когда люди думают, что самое же главное духовно совершенствоваться, а внешние какие-то вещи может быть мало необходимы. Если человек хочет все-таки к Богу приблизиться, он должен поститься и духовно, и физически. Хотя бы для того, чтобы послушание перед Богом явить, мы обязаны отказаться от чего-то того, что давлеет над нами, что является препятствием к владению собственной природой. Иными словами, подчиняя свое тело, мы управляем и силами души. И все же постная кухня, полная ограничений, может быть вкусной. У вас есть какие-то поварские фишечки, может быть, какие-то интересные допускаемые ингредиенты в блюда вы добавляете, может быть, что-то еще? Ну, подсматриваю в интернете, есть книжка, постный стол. Прислушаюсь к мнению батюшкам, какие-то рецепты мне иногда подсказывают. В епархии повар мне немножко иногда помогает. Ваше любимое постное блюдо? Ну, вообще, я люблю делать из фасоли, оно как бы более такое калорийное и сытное, оно заменяет как бы мясо, да? Стоит признать, что все правила не категоричны, и из них могут быть исключения. Например, представители духовенства отмечают, что самый строгий пост предписан монахом. Для простых прихожан правила могут быть мягче. В некоторых случаях, по медицинским показаниям, чрезмерно строгий пост, он невозможен. И любой священник это понимает. Если вы бываете на исповеди у своего духовника, он в этом случае даст правильный совет. Как пост соблюсти? Маленьким детям строгий пост не нужен. Пожилым людям тоже он может быть опасен. Поэтому церковь относится к своим прихожанам с таким здравым рассуждением. Мы должны обеспечить людям возможность богообщения, а не просто следовать букве закона. Великий пост овеян народными поверьями. Священнослужители признаются, что пока не могут побороть привычки и обычаи, возникшие давным-давно. Тем более, что они стали полезными привычками. К примеру, в народе первый день поста называют чистым понедельником. Сегодня рекомендуют ходить в баню, делать уборку в доме после масленицы, сменить постельное белье. Пищу, которая осталась со вчера, нельзя выбрасывать. Ее можно отдать животным или птицам. Елизавета Гутовская, Александр Шулдиков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Точные науки простым языком. В окруженной столице состоялось первое занятие интеллект-центра. Юные югорчане знакомились с основами физики, химии, познавали устройства мира. Программы обучения здесь обширные и подойдут для всех возрастов. Познавательные игры ждут самых маленьких, а выпускники, например, смогут подготовиться к сдаче единого госэкзамена. Здесь огромные планшеты с викторинами и обучающими программами, виртуальные туры, многочисленные стенды с приборами, демонстрирующие законы физики в действии. Но и это далеко не все, что отличает занятия в интеллект-центре от школьных уроков. Преподаем физику, химию, биологию на сегодняшний день и даем такие основные законы. Но учитывая, что даем их при помощи интерактивных экспонатов, то есть получается, что занятия очень веселыми, познавательными. И ребята убеждаются, что наука это не скучно. Полет фантазии свойственен не только ученикам, но и преподавателям, поэтому педагоги ищут какие-то новые решения, чтобы заинтересовать своих воспитанников и заставить их вернуться вновь. На ознакомительном занятии побывало более 20 юных югорчан. Всего же на обучение записалось почти 70 человек. Но и это не предел. Углубить свои знания точных наук приглашаются все желающие. Занятия в интеллект-центре будут проходить по субботам еженедельно. Здесь можно как-то раскрываться, можно не бояться, отвечать, спрашивать, быть, может ошибаться в чем-то даже. Есть некоторые химические опыты, которые немного длительные, которые нельзя сделать сразу в одночасье. И вот такие химические опыты я хочу вносить, потому что есть какой-то интерес прийти в следующий раз, посмотреть, а как получилось, что получилось, чтобы каждый человек был именно заинтересован возвращаться. В столице Югры дали старт первенству России по водному полу. Речь идет о спортсменках не старше 14 лет. Сегодня состоялся первый соревновательный день. Для нашей команды он сложился успешно. Сборная Югры одержала победу над сборной Волгоградской области, а помог ей в этом новый талисман команды. Дмитрий Пришвецин расскажет подробнее. Тигренок помог сборной Югре с победы начать стартовый матч первенства России по водному полу среди спортсменок не старше 14 лет. И речь сейчас идет о мягкой игрушке. Дело в том, что на протяжении всего поединка она находилась в руках у одной из матерполисток в тот момент, когда девушка была на скамейке запасных. И таким образом Тигренок заряжал на победу всю команду. И совместными усилиями сборная Югры смогла одержать победу над сборной Волгограда со счетом 12-6. Работа Тигренка зовут Тайсман. Это талисман нашей команды. Поэтому мы его берем на все игры. Он стал нашим талисманом, потому что когда у нас шла игра не очень уверенно, наш тренер сказал нам, что мы должны себя проигрять не как тигрята, а как настоящие тигры. После этого мы стали собираться в прыжок перед началом игры и все вместе говорить, что мы тигры. Все получилось. Ну, в защите иногда проваливались. Не получалось. А так все хорошо. А насколько это важно было с победы начать турнир? Ну, для уверенности, чтобы дальше игры пошли лучше. Несмотря что спортсменкам едва-едва исполнилось 14 лет, здесь проходит все по-взрослому. Дело в том, что на трибунах присутствуют болельщики, которые каждую секунду поддерживают ватерполисток, ну а также организована онлайн-трансляция. И поэтому за этими соревнованиями могут наблюдать не только югорчане, но и жители всей страны. Это важно не только для водного пола в Югре, а для водного пола в России. Очень замечательно, что даже сейчас игры самого младшего возраста вот так вот транслируют везде. Это очень здорово, потому что буквально еще пару лет назад совсем этого ничего не было. И это, конечно, очень классно. И детям, я думаю, тоже это очень важно и приятно. В финальную часть турнира попали 8 команд. Их разделили на две группы. Таким образом, сборная Югры попала в квартет А, где ее соперниками, кроме сборной Волгограда, станет также команда «Дельфин» из Нижегородской области, а также команда «Кинев» из города Киришек. После группового этапа все команды продолжат борьбу в раунде плей-офф. Он начнется с одной четвертой финала, и там уже пойдет борьба на вылет и борьба за медали. Мы будем держать вас в курсе событий. Дмитрий Фрешвицин, Леонид Чемляков, телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск. Югорский лыжник Сергей Усюгов завоевал две медали на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты». Эти старты проходят по программе «Чемпионата мира», куда наших спортсменов не допустили. Программа о стартах очень насыщенная, и лыжники разыграли медали уже в трех дисциплинах. Олимпийский чемпион Сергей Усюгов дважды поднимался на пьедестал почета. В первый соревновательный день Югорчанину не было равных в спринте классическим стилем. Сергей одержал победы во всех забегах и не оставил соперником шансов в борьбе за золото. А на следующий день Усюгов завоевал серебровский атлоне. В этой дисциплине спортсмены бегут 15 километров классическим стилем, а затем меняют инвентарь, и следующие 15 километров преодолевают коньком. Уверенную победу в скетлоне одержал Александр Большунов. Сергей Усюгов несколько раз предпринимал попытки оторваться от группы преследования и догнать лидера, но Большунов был недосягаем. Накануне Сергей Усюгов и Ерифат Сафиолин заняли четвертое место в командном спринте. И отмечу, что в квалификации Усюгов показал лучшее время. Югорская биатлонистка Екатерина Носкова завоевала две медали на чемпионате страны. Накануне он завершился в Ижевске. Успеха наша биатлонистка добилась в суперперсюте, а также в масс-старте. Оба раза она стала обладательницей бронзовой медали. Интересная ситуация произошла в суперперсюте. Там бронзовая награда досталась сразу двум биатлонисткам. В финишном створе за попадание в призовую тройку конкуренцию Носковой составила Наталья Гербулова. В итоге девушки вместе пересекли финишную черту. Даже система фотофиниша не смогла определить победительницу в этой дуэли. В итоге обе спортсменки получили медаль. Сейчас биатлонистки готовятся к чемпионату России, который пройдет в Ханты-Мансийске. Игорские футболисты Артем Ниязов и Сергей Абрамович завоевали серебряные медали Кубка России в составе московского КПРФ. Накануне в Екатеринбурге состоялись решающие поединки финала. Четырех Кубка России в борьбе за трофей встретились КПРФ из Синара из Екатеринбурга. Москвичи были близки к завоеванию своего первого Кубка страны, но хозяева площадки смогли завершить невероятный камбэк. За несколько секунд до конца матча футболисты Синары сделали счет 3-3, а в дополнительное время вышли вперед. А за 5 секунд до конца компенсированного времени поставили точку в матче 5-3. Синара второй год подряд завоевывает Кубок страны. Отмечу, что третье место заняла югорская команда «Газпром Югра». Подопечные Владимира Колесникова в матче за бронзу одержали победу над Норильским Никелем со счетом 5-4. К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Райшев. Всего доброго. Продолжение следует...